В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. 25 января 1755 года в России был открыт первый университет, а сама дата стала символом российского студенчества. Накануне Дня студента губернатор Ненинского округа провел диалог на равных с учащимися на Ридмарских средних профессиональных учебных заведений. Ржаная и обдиранная мука, солод и соль. Студенты аграрно-экономического техникума испекли блокадный хлеб. В регионе стартовала акция памяти. В Ленинском округе прошел турнир по боксу. Соревнования приурочили к памятной дате, дню снятия блокады Ленинграда. Турнир состоялся в соблюдении всех противоэпидемических мер в зале единоборств детско-юношеского центра «Лидер». 25 января 1755 года в день поименовения Святой Татьяны российская императрица Елизавета II подписала указ об открытии первого в России университета. В этот день, 25 января, в нашей стране отмечается День российского студенчества. Накануне праздника со студентами на ренмарских учебных заведениях встретился губернатор Ненинского округа. Общение главы региона с молодежью состоялось в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Он предполагает живое общение молодежи с политиками, известными артистами и спортсменами, интересными личностями в формате прямого диалога. На встречу с губернатором Ненинского округа Юрием Бездудным накануне Дня российского студенчества пришли студенты Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова, Ненинского профессионального училища Наримарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. В ходе встречи ребята задавали самые разные, в том числе острые вопросы. Обсудили региональные меры социальной поддержки, организацию авиаперевозок по местным воздушным линиям, ограничения, связанные с коронавирусом, вопросы трудоустройства. В завершении встречи Юрий Бездудный вручил две памятные медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Медаль учреждена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Их получили студенты Ненинского профессионального училища Данила Козлов и Елизавета Бебенина. В продолжении темы российского студенчества наша съемочная группа отправилась в социально-гуманитарный колледж города Наримара. Здесь 25 января отметили два больших для студентов праздника – День студента и Татьянин день. День почитания великомученицы Татьяны Римской, которая является покровительницей всех учащихся и получающих знания. 25 января мы отмечаем два больших праздника, которые друг с другом тесно взаимосвязаны – День студента и День почитания великомученицы Татьяны Римской. Праздник Татьянын день имеет два источника. Прежде всего, это в память о святой Татьяны, которая была великомученицей и погибла там ужасно страшной смертью за веру. И Татьянын день – веселый праздник, праздник студенчества, связанный с наукой, с образованием. В Ненинском округе молодежь получает профессиональное образование в трех средних специальных учебных заведениях Наримара. – Считаешь ли ты, что студенческие годы – это самые лучшие годы жизни? – Да, конечно, потому что в студенческие годы у тебя меньше проблем по сравнению со взрослой жизнью, но ты уже становишься более взрослым человеком. Студенты не теряют время даром и стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны. Относятся к учебе более ответственно, чем это было в школе. – Когда ты поступаешь в учебное заведение, которое не школа, то есть это либо вуз, либо колледж, то к тебе относятся совершенно-совершенно по-другому. Тебя уважают, к тебе относятся уже как к взрослому самостоятельному человеку, и это дает огромные возможности именно показать себя как взрослый человек. – Учеба в колледже мне очень нравится. Я думаю, что студенческие годы в нашей жизни – это самые лучшие, одни самых лучших времен. Так как ты не связан с семейной жизнью, каким-то бытом, ты можешь самореализовываться где угодно, как угодно, заводить новые связи, которые в будущем, в принципе, помогут тебе. То есть ты занимаешься и спортом, и саморазвиваешься, можешь путешествовать как-то каким-то образом, откладывая стипендию. Студенческие годы – самые лучшие. – Руководители учебных заведений тоже заинтересованы в том, чтобы их подопечные учились хорошо и жили весело. – Колледж традиционно реализует достаточно большое количество специальностей. Например, в этом 2020-2021 учебном году у нас реализуется 15 специальностей и одна профессия – графический дизайнер. – В колледже несколько творческих объединений. Это спортивный клуб «Медведи Арктики», гражданско-патриотический клуб «Мой выбор». Таким образом, у студентов есть все возможности для самореализации не только в учебе, но и в общественной жизни. Юлия Казначеева, Владислав Стасюк, Телеканал «Север». В Ненинском округе дан старт всероссийской акции «Блокадный хлеб» в ознаменовании исторической даты Великой Отечественной войны – прорыву блокады Ленинграда. Студенты аграрно-экономического техникума испекли блокадный хлеб по специальной рецептуре. Он отличается от настоящего блокадного тем, что все ингредиенты пищевые, тогда как в блокаду в хлеб добавляли опилки и целлюлозу. Подробности Ольге Русул. Овсяная лука, дрожжи, сахар, соль. Студентка Екатерина Хатанзийская перечисляет ингредиенты, которые входят в рецептуру блокадного хлеба. Сейчас они только пищевые. В настоящий же ленинградский хлеб добавляли опилок и целлюлозу, лишь бы не умереть от голода. Тесто липкое и неподатливое. Формировать буханку совсем непросто. Каждая 700 граммов. Ключевым символом всероссийской акции «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба в 125 граммов. Именно такая минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» в Ненецком округе в таком формате проходит впервые. Если раньше студентов просто ознакомили с особенностями рецептуры такого хлеба, то в этом году было решено его испечь самим. Сейчас вот студентка сформовала булки. Эти булки она поставит сначала для растойки, для того, чтобы тесто немножко подошло, а затем мы будем выпекать. Выпекаем мы, конечно, в современных уже печах при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Тем временем очередная партия блокадного хлеба готова. И так как в его составе только пищевые ингредиенты, то его можно даже попробовать на вкус. Я считаю, что мы должны знать, как питались в те годы и какую норму соблюдали, чтобы не забывать память и попробовать, как готовят, как на вкус. А в Ненецком округе акцию «Блокадный хлеб» организует региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В дальнейшем хлеб будет нарезан на кусочки, на минимальные нормы выдачи хлеба. Это 125 грамм и 250 грамм. И эти кусочки в дальнейшем будут переданы в образовательные организации нашего округа для организации выставок. И эти куски будут как экспонаты. Акция в Ненецком аграрно-экономическом техникуме дает начало целой череде мероприятий. Следующими к ней подключатся работники Нижнепечорского потребительского общества. Они планируют выпекать свой блокадный хлеб, который рассчитан на массовую дегустацию. Так как рецепт для него разрабатывался архангельскими технологами и был максимально приближен к блокадному хлебу. Напомню, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день воинской славы России, отмечается 27 января. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжит выпуск информация об эпидемиологической ситуации на территории Ненецкого округа. За последние трое суток в регионе зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители города Наринмара, поселка Искатели и села Тельвийске. Такие данные на утро приводит управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 876 случаев заболевания COVID-19. По данным медицинских организаций, за последние три дня выписаны 9 пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом коронавирусная инфекция, что подтверждено результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 53 пациента. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Еще 42 лечатся амбулаторно. Состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора 334 человека. Из них находятся в обсерваторе двое. Напомню, до 31 января 2021 года в Ненецком округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действует запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении в округ из других регионов. Кроме того, до 8 февраля действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Исключение возможно для работников сфер здравоохранения и образования. До 28 февраля продлена рекомендательная норма для работодателей о переходе на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников. Дополнительную информацию о режиме повышенной готовности, лекарственном обеспечении и многом другом можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале госуслуг. В Ненинском округе уже более 450 человек сделали прививку от коронавируса. В регионе открыто два пункта вакцинации. Во взрослой поликлинике Ненинской окружной больницы и в центральной поликлинике Заполярного района. Запись доступна по телефону 8 800 301 00 83 или 122 для жителей города. Налоговая инспекция информирует организации срочно провести сверку сведений транспортных средств и земельных участков, в отношении которых, по данным информационных ресурсов налоговых органов, зарегистрированы права собственности. С 2021 года вступает изменение в налоговый кодекс в отношении юридических лиц по уплате и исчислению сумм транспортного и земельного налога. По налоговым периодам 2020 года налоговым кодексом внесены изменения, что нет необходимости представлять налоговые декларации юридическим лицам, но такие начисления будут производиться самим налоговым органом путем направления сообщений. Но чтобы в этом сообщении не содержались ошибки, либо какие-то объекты налогообложения, транспортные средства или земельные участки были не отражены, или наоборот предъявлены излишне к уплате, то налоговый орган призывает до момента направления таких сообщений провести сверку с налоговой инспекцией. Для проведения сверки сведений необходимо запросить в налоговом органе выписку из ЕГРН, в котором указываются все объекты налогообложения, находящиеся в собственности юридических лиц. Заявление можно предоставить в налоговый орган лично, почтой, через сайт государственных услуг, либо через личный кабинет юридического лица. То есть это заявление должно быть подписано лично руководителем, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Те заявления, которые к нам поступают через ТКС в скан-образе, мы такие заявления не имеем права обрабатывать. В случае выявления расхождения необходимо сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и транспортного средства с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения. В рядах предпринимателей прибыло. С начала 2021 года Центром занятости населения было одобрено два бизнес-плана жителей округа. Как воплотить мечту в реальность, расскажем в следующем материале. Юлия Белоусова семь лет назад приехала в столицу Заполярья. Начинала свою карьеру в Нинецком аграрно-экономическом техникуме преподавателем биологии и химии. Затем девушка вышла в декрет и решила сменить ремесло, найти свой собственный путь. Я перепробовала себя в очень разных сферах, в том числе и в бьюти-индустрии. И вот примерно полгода назад, даже чуть больше, я пошла учиться на антиэйдж-тренера. Это тренер по естественному оложению лица. У меня была очень длительная практика. И в связи с этой практикой я нашла очень много клиентов. И те девушки, которых я находила, они стали моими постоянными клиентами. Я нашла очень хороший отклик у женщин нашего города. На этом обучение Юли не закончилось. Не так давно начинающий мастер красоты вернулась в профессиональных курсов из города Пензы. Там она познала искусство массажа лица. Такой узконаправленный массаж лица – это 3D-моделирующий, скульптурирующий, классический массаж лица. И теперь в нашей Наувите я предоставляю ещё и этот спектр услуг. Очень многие женщины, приходя с работы и занимаясь ещё дополнительной гимнастикой, они действительно очень сильно устают. А цель нашей студии Наувита – это расслабиться, это получить не только омоложение лица, но и психоэмоциональную такую вот расслабленность, отдых. О том, что есть такая мера поддержки, как финансовая помощь безработным, которую предоставляет Центр занятости населения, Юля узнала от подруги предпринимателя. Я незамедлительно пошла туда, проконсультировалась с директором Центра занятости. Он сказал, что вы по нам подходите, что нужно написать бизнес-план, собрать комплект документов и стоять в очереди. В декабре уже всё было готово, я стояла в Центре занятости. И в январе, сразу после открытия рабочей недели, я пошла, предоставила бизнес-план и сразу рассмотрели мой бизнес-план на комиссии. На денежные средства Юля планирует закупить необходимое оборудование и уделить особое внимание интерьеру студии. Ведь самое главное, чтобы клиент был доволен и расслаблен. Единовременная финансовая помощь от Центра занятости населения оказывается ещё с 2010 года. Размер поддержки фиксированный – 262 тысячи рублей. Данная сумма утверждена постановлением администрации округа. Это 12-кратная величина максимального пособия, которое установлено в регионе. Единовременная финансовая помощь у нас предоставляется гражданам, которые у нас состоят на учёте и признаны безработными. Если они проявляют инициативу и заявляются на комиссию, предоставляют свой бизнес-план. Этот бизнес-план потом рассматривается комиссией. И если его одобривают, соответственно, он открывает индивидуальное предпринимательство. И мы уже перечисляем ему единовременную финансовую помощь, которую он тратит, соответственно, на те цели, которые указал в своём бизнес-плане. Центром занятости населения ведётся статистика. Согласно положению, в течение года организация осуществляет свою деятельность, а потом, как правило, закрывается. Однако есть и те, которые развиваются, выдерживают конкуренцию и продолжают работать. Но есть и те, которые закрываются ранее. Конечно, здесь я хочу сказать, что центр занятости предпринимает все необходимые меры. Мы из таких людей стараемся взыскивать денежные средства, потому что мы понимаем прекрасно, что это целевые денежные средства, они направлены на развитие. Если человек ранее закрылся, либо использовал денежные средства не на те цели, либо же просто не предоставил отчёт, нам приходится, конечно же, обязательно обращаться в суд для возврата данных денежных средств. Такие прецеденты уже были? Да, такие прецеденты были. Мы как минимум за каждый год два-три дела у нас обязательно есть. За средства индивидуальный предприниматель должен отчитаться в течение полугода. Добавлю, в прошлом году было рассмотрено 15 бизнес-планов. В этом же планируется 20. Для этого выделено порядка 5 миллионов 200 тысяч рублей. Хук слева, хук справа и апперкот. В Ненецком округе прошёл турнир по боксу. Соревнования приурочили к памятной дате – дню снятия блокады Ленинграда. Турнир состоялся с соблюдением всех противоэпидемических мер в зале единоборств детско-юношеского центра «Лидер». Ольга Руссул продолжит. Несмотря на то, что количество болельщиков очень ограничено в связи с противоэпидемическими мероприятиями, атмосфера как на ринге, так и вокруг него накаляется. Боксёр Василий Тайборей уверенно наносит удары сопернику, но и тот не промах. Спортсмен тренируется 4 года под руководством Анатолия Физелякина. В планах перейти с любительского уровня на профессиональный. Я считаю, что это самый лучший вид спорта, потому что назначают бой. Ты готовишься, потом смотришь на соперника, и вы выходите один на один в ринг и уясняете, кто из вас сильнее. Ещё один юный спортсмен – Павел Чупров. В боксе он всего два года, но уже достиг определённых успехов. Занимаюсь два года боксом. Начал заниматься, потому что до этого я ходил 7 лет на борьбу, великоримскую, и тренер уволился. И мама предложила заниматься боксом, и я такой, ну давай попробуем. И вот начал заниматься. Эльшин готовится к своему бою и болеет за товарищей, которые сейчас на ринге. По секрету говорит, хочет, чтобы была ничья, победила дружба. Трудно тренироваться. Легко бою. Почему тебе нравится этот спортсмен? Просто он азартный, чёткий. Ну, нормальный. Он прикольный. Всего в турнире участвуют 12 спортсменов, 6 пар, в разных возрастных категориях. Соревнования проходят в высечённом формате в связи с ограничениями, действующими в регионе. Однако это никак не сказывается на уровне профессиональной подготовки спортсменов. Мы работаем над переоснащением, переоборудованием зала, для того, чтобы был самый современный инвентарь. Сейчас просчитываем смету для переоборудования зала. Есть хороший тренерский состав, есть возможность отправлять детей на сборы. Поэтому, в принципе, всё для хорошего развития спортсменов у них присутствует. Среди болельщиков в зрительном зале губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Глава признаётся, бокс получился очень зрелищным. Настоящие бои были сегодня здесь, в этом зале, на этом риме. Действительно, бои не какие-то постановочные, а настоящие бои. Настоящие, дерзкие. Чего только стоит вырванная победа Василия Деборея. Кроме того, губернатор ещё раз напомнил участникам и гостям турнира, что он приурочен к памятной дате 77-й годовщине снятия блокады. И тем самым хотели сказать фашистам, что невозможно сломать волю советского человека. Невозможно сломать. И, вы знаете, сегодняшние бои лишние нам подтверждены. По окончанию турнира глава региона вручил участникам подарки. Крассиональную форму с логотипом Ненецкого округа. Победители и призёры турнира получили медали и грамоты. Ольга Руссова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.